Сегодня беседуем с Олегом Двореченским, кандидатом исторических наук, археологом, одним из основателей открытого творческого проекта «Красная ТВ». Олег, есть несколько вопросов к тебе от зрителей, но сначала я хотел бы от себя спросить. Сегодня был первый опыт записи вот этих дискуссий, анонсированных между идеологами левого движения современного. Поделись, пожалуйста, своими впечатлениями, каковы они, что получилось, что не получилось, и какие планы? Ну, во-первых, надо понять, что я устал после этих съемок и уже плохо формулирую то, что я хотел сказать. Но впечатление следующее, что я не удивлен. Не удивлен тому, что товарищи не смогли сформулировать обоснование своих позиций. Не смогли точно и ясно привести аргументы под свои доводы. Наука организована так, а марксизм – это наука. Что ты делаешь некий пассаж, некий месседж посылаешь, а потом приводишь источники. Я ожидал, что товарищи, авторитетные товарищи придут с обоснованием. Они обещали прислать потом, после, но мне хотелось, чтобы уже в рамках передачи они это озвучивали. На что они ссылаются, кто является авторитетом Госстат, собственные исследования, возможно, что-то другое. Монографические работы, социологические или политэкономические – ничего подобного. Это было заявлено в качестве условия, но это условие было не выполнено. Местами передачи мы сняли 5 или 6 или 7 передач с разными участниками, именно тех, кого вы выбрали. И я должен сказать, что ничего подобного я не услышал. Это совсем не соответствует ожидаемому мной и, по большому счету, не дополняет к моему представлению о том, что они хотели сказать, объективности. То есть мы сталкиваемся с некоторым обобщением их личного опыта, за которым, по всей видимости, есть большой материал, но он не был предоставлен зрителям Красного ТВ. Алексей Соловов спрашивает. Если проект успешно запустится, то планируете ли вы в будущем пригласить к дискуссии анархистов? Ну, для начала надо сказать, что, когда мы говорим о социалистическом движении, это, может быть, народники, то есть это эсеры в прошлом. Ну, их сейчас нет. Социал-демократы, которые тоже как бы марксисты, но это меньшевики, которые совсем ушли так далеко-далеко вправо, что порой и концы потерялись. Анархисты всегда стояли в революционном движении рядом. В отличие от народников, которые исчезли, анархисты продолжают свое существование. Но они точно не марксисты. Я могу говорить с марксистом на языке политэкономии, но как говорить с анархистом на языке политэкономии, я не понимаю. Если они предоставят свой язык для баттлов и свои правила игры, you're welcome. Илья Ульянов спрашивает. Опыт показал, что революции в большинстве случаев обычно происходят в результате империалистической войны. Как вы думаете, придется ли ждать новой войны или, возможно, и без нее? Сдается мне, что главным ударом по России, по олигархату России и по народу России, который выступает за заложником этого олигархата, ибо он за него и голосует, семьюдесятью, пятьюдесятью, как угодно, с потанцовками или нет, будет внешний удар. И таковым ударом будет, по большому счету, тяжелейшая ситуация на Украине. У меня кровные, большие, кровавые связи с Украиной, с Донбассом, с Новороссией. И думаю, что Запад не остановится. Если совсем ВВП потеряет связь с реальностью, а реальность у них одна, империалистическая, если он захочет играть в свою игру совсем уже, а деваться-то ему некуда, только свою игру ему и осталось играть, то первый удар по расшатыванию системы будет в Донецке и Луганске. Там нет уже народных республик. Там марионеточные структуры, но там есть нормальные ополченцы, которые несут службу и держат границу. Именно им мой низкий поклон. Но именно по ним будет нанесен удар. И это будет первая слабая пограничная застава, которая выдержит этот удар. А дальше Владимиру Владимировичу придется выбирать. Либо ему ввязываться, а не ввязавшись, значит, совсем уже потерять остатки доверия даже тех, кто еще доверяет. А на самом деле ситуация очень простая. Значительная часть патриотов, коммунистов, которые мыслят пятой точкой, а именно думают, что ну да, и Грудинин хорош, но как бы ничего не случилось. У них есть точка неперехода. Я рассматриваю тех, кто еще и обладает такой точкой. Это точка непадения совсем уже в своих глазах. Это Новороссия. Потому что если там Владимир Владимирович, который обещал, что ни слезинка, ни капли крови не прольется, а он за спинами женщин выставит железные батальоны российской армии, не выставил, и кровь льется. И льется уже 4 года. Мы за это время уже фашистов до Берлина догнали. Мы это советская власть. И если он сдаст, а Запад к этому готовится, потому что за вымя потрогать российский олигархат можно в двух местах. Это Сирия сейчас и Украина восточная. То есть на самом деле никакая не Украина, а Новороссия. Вот за вымя российский олигархат можно потрогать вот в двух местах. И уж очень они будут его трогать. Попробуйте потрогать за вымя российский олигархат в Северной Корее. Кто ж им удаст? Там Китай рядом сидит. А вот Новороссия это то, что очень опасно. И Украина может выступить, я тут согласен, Шевченко может выступить тем самым разменной монетой, потому что за ней будет стоять Польша и все НАТО. Технологии, войска будут, физическая масса будет украинская. И вот тут Владимиру Владимировичу придется что-то выбирать. И да, это будет такая композитная империалистическая война. И да, надо готовиться. И да, это не Новороссия в том смысле, как Народные Республики. Это нормальное Приднестровье, только на востоке Украины. То, что Россия всегда создавала вокруг себя. Северная Осетия, Абхазия, Приднестровье, а теперь уже и Новороссия. Это создавалось всегда так. Но тут уж очень больно свежо. Уж очень больно много кто там отслужил. И уж очень больно кто-то из тех, кто там отслужил, проголосовал за него в этот раз. И не исключено, что там, на Западе, это очень хорошо знают. И та самая империалистическая война, она будет не такая вот, что вот дивизии, пошли ядерные удары. Нет. Это будет информационная война, это будет коммерческая война, это будет та самая демонизация лидеров и авторитетов, исторического прошлого, и в том числе и в том числе и физическая война. И жду я ее прежде всего в Новороссии. И вот там будет главная и львиная доля того, что потеряет ВВП в ближайшие годы. Либо если Бог Орду изменит, как я сказал в одном ролике, Он не выдержит. А если не изменит, будем гнить. От Ивана Меншикова несколько вопросов по профессиональной работе. Когда опубликуют остальные материалы с археологической конференции 23-26 ноября 2017 года? Через полтора года. Может ли Олег Викторович опубликовать свой доклад про шпоры? В смысле эта статья выйдет, она уже вышла сейчас. Может где-то скажешь, где можно почитать? Ну да, в сборнике военная археология, номер четыре. Какие наиболее адекватные и научные работы о Невской битве 1240 года и о ледовом побоище 1242 года может порекомендовать? Интересует. Наиболее адекватные смотрите материалы, которые сформулировал Клим Жуков. Он на канале Гоблина свел эту справку. Я ничего не добавлю больше, потому что он постарался и сделал все. В лекциях про Донское побоище пишет зритель, ты говорил, что войско Дмитрия Донского состояло в основном из конницы, однако в Никоновской летописи по 1380 годам написано «При Донского Продолжение следует...